уважаемые подписчики доброго вам дня либо вечера либо ночи вы находитесь на канале 90 я рад вас приветствовать сегодня мы с вами хочу поговорить им мультфильме том и джерри фильм по другому этот мультфильм назывался том джерри мотор том и джерри в кино большое кино том и джерри что ж приступим именно к самому сюжету фильма но соответственно прошу не забывать что это первый может полнометражный американский мультфильм именно том и джерри ну а дальше вы сами знаете что были картометражные мультфильмы и различные игры соответственно скажу одним словом что сам мультфильм в свое время в 92 году провалился прокате получил разгромные отзывы и кинокритиков по большей части именно из-за различных все серии классических кроме короткометражек главными героями вот перехожу к сюжету том и джерри собираются переехать но не успевают с машины с вещами позже их не дом сносит они долгое время был ожидают пока не встретит одну девочку сиротку робин старлинг она рассказывает что она убегает из дома чтобы добраться до тибетской деревушке ее отец по слухам погиб в тибетских горах а мама скончалась когда девочка была еще совсем маленькой теперь робин живет со своей тетушкой фиг от которой и бежит причина опеки робин для тетушки фиг это деньги отец робин миллиардер в этом ей помогает бывший адвокат отца робин ликбут который женат на тетишки фиг том и джерри возвращаются к ним но ферси пес тетишки фиг разгромил кухню и свалил все на них затем тетушка фиг получила неожиданную записку оказывается что на самом деле отец робин все еще жив возвращается домой на личном самолете она решает сжечь записку но и украдет джерри и они столом отправляются к робин но тетя фиг и пёс ловит их и отправляет к доктору ветеринару и оказываются в клинике где он оказался не просто ветеринаром отказался главарем местных собаколовов далее том и жерри встречают питомники своих первоначальных друзей это пса и пигзи и балаху фрэнки том и жерри возвращаются к робин и сообщают ей об отце втроем они сбегают и возвращаются к мосту которую познакомились и там они находят маленький флот и уплывают они засыпают но неожиданно попадают под корабль который расколол их плотно две части заснувшую на своем куске робин находит попугай и моряк оказалось что она попала в лунопарк капитана киди пиццей оказалось кукольный попугай перчатка склок обладающий своим разумом в это время тетя фиг узнает назначает точнее говоря награду в миллион за возвращение робин и делает объявление на пакетах с молоком один такой уже и появился у капитана киди и он узнает о том что за девочку можно получить 1 миллион долларов том и жерри нашли пакет также с объявлением и медальон который она потеряла капитан киди оставляет робин на черном колесе а сам засыпает том и джерри находит робин и пытается поймать пытается поймать капитана на удочку буквально но безуспешно робин все же спаслась колеса и они уплыли на катере про прочь тетюшка фиг пытается их поймать она или будут догадываются куда направилась беглая троица том и джерри не успели спасти робин в тот момент она забегает в избушку кричит отец-отец но утечка фига фиг оказывается там затем ее избушка загорелась друзья помогают робин вылезти с помощью веревки фиг и с рисбудом попадают по вине пса на корабль капитана киди и они уплывают неизвестном направлении и тут прилетает отец робин который спасает ее том и жерри оказались и под обломками дома но уцелели при этом том проболтался что жерри для него был лучший друг и незаменимый за незаменимый друг вот и об их подвиге написали газеты они остались жить у робин и вот на этом истории конец всем кому было интересно пожалуйста подписывайтесь на мой канал будет очень много еще всего самого интересного